Постараюсь вкратце разобрать с учетом тех, кто не знает, как устроится наша молитва, и тех, кто знает, это тоже что-то новое услышит, наверное. Утро и днем, но не вечером, утром и днем в наших молитвах, центральная молитва называется Шмуна Исрей, очень много на сайте есть об этом. И ведущий молитву, на иврите Хазан, или Кантер, когда называют, или Шалех Цибур, Шац сокращенно, все это тот, кто ведет молитву. Он повторяет эту Шмуна Исрей вслух. Все остальное ничего не повторяется. Читаем вместе. В одной общине вслух произносят почти все, в другой все почти про себя, так или иначе, все вместе двигаемся. Но Шмуна Исрей, из-за центральной значимости ее, после того, как все ее прочитают, Хазан, или Кантер, ее повторяет вслух, утром и днем. Дневной молитвы. Шахарит и Минха. И в субботу праздники, также в Мусафе. Повторяет тот же текст, что и мы читаем про себя, но есть изменения. Когда он доходит до второй молитвы, второго благословения, или даже, точнее, если считать, то до третьего, третьего благословения, он читает там вслух короткий абзац, составленный из нескольких фраз пророков, в котором очень ключевая фраза такая, ее слышать, ее как следует, слух произносят все вместе и прочее. Это из пророка Ишаяу, шестая глава. И там есть такие слова. Кадош, кадош, кадош. Дальше имя Всевышнего. Я скажу просто ошел, но там имя Всевышнего. То есть, кадош, кадош, кадош. Слово кадош непереводимо на русский язык. Но имеется в виду что-то очень высокое, приподнятое над материальной жизнью, небесной совершенно и прочее. Это одно из определений Всевышнего. Мы говорим о кадош баругу. Тот, который над всем, и мы преклоняемся перед ним. Это перевод Акадош баругу. Так называется Всевышний. Одно из его названий, как мы называем. Это фраза Ишаяу. Это Ишаяу рассказывает нам, как он в рамках его пророческого состояния вошел в очень высокие миры. Перед ним открылась ситуация духовная, в которой те, кто выполняет, реализуют волю Всевышнего. Это называется, на верите, Малах. Плохой перевод ангел. Но мы говорим Малах. Множественное Малахим. Какие-то Малахим смотрят на центр, откуда выходит свет. Это свет Всевышнего. И говорят вот эту фразу. Кадош, кадош, кадош. Имя Всевышнего. И там в тексте говорится так. Кадош, потом вертикальная палочка. Можно паузу сделать. Потому что первый кадош и второй, третий кадош отделены. Первый кадош относится ко Всевышнему. Все эти Малахим Всевышнего говорят Кадош. Отсюда пауза, вертикальная черта. А потом написано, мы умрем зелазе. И потом написано, они говорят друг другу. Кадош, кадош. Говорят тому, кто направо, говорят тому, кто налево. И так, и когда мы говорим, мы тоже так говорим. Кадош, кадош, кадош. Мы говорим тоже, кадош. Кадош, когда мы тоже так говорим. Суть, что обращение ко Всевышнему, а потом к тому, кто справа и слева от тебя. Чтобы он подтвердил, чтобы он был вместе с тобой. Чтобы мы все вместе. Не просто я сказал кадош, а нужно, чтобы мы вместе сказали кадош. Весь мир говорит кадош. И поэтому три раза говорится. Для него и для тех, кто справа и слева от тебя. Вот я объяснил эти слова из пророка Ишаяу. Как я сказал, шестая глава. И поэтому там, как мы видим, теперь понятно, почему три раза в пророке Ишаяу. Первый тут спросили про кого-то христианина, который вам просто чушь, ерунду какую-то говорит. И вам было обидно, что вы, как вы сказали, написали, не знал, чем ему парировать. А зачем ему нужно парировать? Почему вы вообще в дискуссию хотите входить с представителем других религий? Не обязательно христианство. Любой религии. У них есть религия. Пусть делают, что хотят. Почему мы, евреи, должны с ними обсуждать это? Мы не должны их религии интересоваться. Вот то, что я вам рассказал, не связано с их религией. Не связано вообще ни с какой религией. Только с тем, что мы имеем и знаем. Это то, что и есть суть понимания мира. А сочинительство, бред, фантазии, не надо тратить время на это. Пророк Ишайяу жил за почти 700, округленно, за 700 лет до возникновения их религий. Что они знают про пророка Ишайяу? У нас из поколения в поколение все это переходило. Что они выдумали себя религией, и потом нас будут учить, что сказал пророк Ишайяу за 700 лет до создания их религии, или за 800 лет до возникновения их, назовем так, правил и всего. почему нужно вообще прислушиваться к тому, что они говорят. Им нравится, как вы пишете, как они, вы пишете, их линию, они связаны с цифрой 3. Что нам до их цифры 3? У нас есть 1, 2, 3, 4, 5. Успокойте всегда, и не имейте с ними дело, успокойте, у нас есть все цифры, и все они хорошие. У нас хорошо 1, у нас и 2 хорошо, и 3 хорошо, и 4, и 5, и 6, и 7. Все это открывает нам Творца. А то, что у них есть проблемы с цифрой 3, потому что у них догмы какие-то есть на эту тему, насочиняли себе. Ну, что сказать? Что нам можно сказать? Поэтому не переживайте, и не парируйте, и пусть делает все, что хочет, и говорит, что хочет. Ни в коем случае, ни в какую полемику с ними не вступайте. Это бессмысленно. Это просто бессмысленно. Захочет какой-нибудь христианин, наберется ума, поинтересоваться чем-то настоящим, он найдет способ читать. Есть книги, есть какие-то нормальные еврейские сайты, включая наш, поинтересуется, узнает, потом будет с вами уже обсуждать это все как надо. На основе поиска истины, на основе увеличения духовности, а не на основе распространения фантазии. Что касается вас, это другое дело. Тут я немножко огорчен. И не тем, что вы не могли ответить христианинам. Это вообще не нужно. А тем, что вы стараетесь знать такие вещи. То есть я рад, что вы задали вопрос. Это очень хорошо. Это прекрасно. Но в принципе, надо это знать. Это же основа основ. Наша молитва, шмонэйсрэй, которую мы каждый день читаем. А когда в синагоге или среди десяти евреев, она повторяется вслух, утром и днем, как я уже сказал. Надо знать эти вещи, что это за кедуша. Я не сказал об этом, но вы не помните. Это называется весь этот отрывок, абзац называется кедуша. Потому что все говорится про кедуша. Кедуша – это приподнятость над материальным, над обычной жизнью. Это очень подходит нашему пониманию о том, что такое Всевышний. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok